Есть общая разминка, есть специальная разминка. Какая разница, как сделать и как сделать для того, чтобы мы знали, что уже готов к работе. Общая разминка. Что такое общая разминка? Это разминка, которую мы делаем для любых упражнений. Не важно, если ты будешь бегать, если ты будешь делать силовые упражнения, можно для всех. Обычно начинаем с большими групп мышц. Упражнения, которые работают на грудь, на ноги, на спину. Можно бегать на место. Это как в армии, как называется? Я забыл уже. Знаешь, что такое, да? Как в армии делают. Потому что более аэромные упражнения, интенсивность очень низко. Можно просто прыгнуть на скакалку, тоже полезно. Обычно это общая есть диапазон. 5, 10, не больше 15 минут. Почему? Утомление, чтобы не наступило, да? Сначала мы не хотим, чтобы человек уже начинает вставать. Не хочет, чтобы я сделал разминку 30 минут. Да, я сделал разминку 30 минут. Это вообще уже... Это тренировка уже. Это уже тренировка. И сделал разминку 2 минут. Тоже не хорошо. Будет очень коротко. Тогда в район 5, 15. А вы скажете, вот, ну это большая разница. Почему? Потому что зависит от погоды. Если вы, как мы в Флориде, которые обычно постоянно жарко, солнце, тогда можно общая разминка 5 минут. Тем больше, если ты работаешь в саду внешне, не внутри клуба, ты на улице, в парк, как ты работаешь, уже будет жарко быстро. После этого идем специально разминка. А, давай еще скажем в общей разминке. Друзья, Стефан, я скажу. Друзья, общая разминка служит для того, чтобы привести организм в целом к работе, которую вы будете делать. Поднять там температурку на 1 градус, может быть. Но и не забывайте, что нужно в общую разминку делать суставную разминку. Это тоже разминка общая. Тогда кисти покрутите, локти, плечи, колени. Это все обязательно нужно делать в общую разминку. Да, очень-очень-очень-очень важно. Теперь я сделал специфическую разминку. Уже можно примерно еще 5-10 минут, не больше. Тогда получается 5 от 5 до 15 минут достаточно для общей, плюс специальной. Больше 15 я не рекомендую, потому что уже начинает влиять на тренировку. Можно уже плохо. Если человек будет что-то сделать, допустим, тонизирующая работа, допустим, только один подход, три, можно разминку сделать чуть побольше, потому что общая тренировка будет 30 минут, 40 минут. Тогда нормально. Но если будешь заниматься, как мы рекомендуем, большой объем, очень много упражнений, либо подходов, тогда нельзя так долго. Друзья, хорошие новости. Вы постоянно спрашивали меня, где и как можно приобрести одежду с логотипами Heavy Metal Gym. Теперь у вас есть такая возможность. На сайте майки.ру вы сможете найти то, что искали. И теперь можно ходить, тренироваться в майках, футболках, худи с логотипом любимого канала. Заходите по ссылке в описании и заказывайте свой любимый бренд. Да, здесь нужно разделять еще нужно. Смотрите, ребята, вот все, что Стефан говорит, в основном, конечно, больше касается футбола, борьбы, бокса. Если же вы ходите в тренажерный зал, то у вас специфическая разминка должна быть следующая. Я прям приведу пример. Вот приседаете вы. Хотите вы приседать сегодня с рабочим весом на 100 килограмм. Смотрите, как должна выглядеть специальная разминка. Мы берем 50 процентов от того веса, с которым хотим сегодня работать. Это будет в нашем случае, чтобы было просто от 100 килограмм, 50 килограмм. И делаем 5, максимум 7 повторений. Смотрите, вот здесь уже начинается ошибка у большинства. Вы начинаете с этими 50 килограммами делать там 15-20 повторений. Это уже будет работа. Нет, мы должны разогреть мышцы и подготовить их, подвести плавно к рабочему весу. Следующий подход будет 75 процентов от рабочего веса. Это примерно, если не примерно, а точно в нашем случае 100 килограмм, 75 килограмм. И делаем на 3, максимум 4 повторения. И последний подход разминочный будет третий, когда вы ставите 90, 95 процентов и делаете одно всего повторение. Вот смотрите, как отличается тренировка от того, что вы делаете, что вы видите в зале. Вот эта разминка, она позволит вам со 100 килограммами присесть, уже будучи размятым, подготовленным, но не утомившимся. А если вы вот эти три подхода делаете, как вы привыкли, там, по 15-20 повторений, то к 100 килограммам, к своему рабочему весу, вы подойдете уже утомившийся, и вы не сможете показать в рабочих подходах... Да, да, продолжай. Все, все, продолжай. Да, в принципе, это все есть в книге у меня, и вы должны были это прочитать. Стефан, давай, тебе слово. Да, супер. Все правильно сказал Егор. Это так и должен быть. Еще. Есть, а он еще дальше и сказал так. Это по нашим группам, да, наш студент по WhatsApp. И как понять, что готов к тяжелым подходам? Это хороший вопрос. Мы сказали тогда общая, специфическая разминка. Теперь как понять, что ты готов? Это надо попробовать. Это нельзя, я не могу сказать. Сделать 7 минут разминка будет достаточно. И сделать 8 минут. Нет. Это уже с оптом. Это уже вы сами уже как либо тренером, либо как студент. Вы должны понять. Есть пример, например, спортсмен. И сделать 5 минут разминку перед матчем на дзюдо идет хорошо. А есть другой, который 20 минут хочет сделать разминку, чтобы чувствовать хорошо. И тогда уже нельзя, как тренер, сделать 5 минут. И спортсмен уже с опытом очень много лет занимался такой спорт. И он знает, что для него есть исключения. Тогда есть, что такое, что я рекомендую. 5, 10, 15 минут всего. Общая, специфическая. Но уже здесь есть исключение, когда ты сам знаешь, что тебе это много, либо мало. Ну да, это только опытные, суперопытные спортсмены на такое способны. Поэтому я рекомендую, если вы сделаете все, что сказал Стефан, что сказал я, то вы по-любому готовы к работе. Ну, по-другому не можете. Это 100%. Да. Если ты следишь, как мы говорим, мы гарантируем, что меньше шанс травмироваться в такой подходе. Допустим, я могу сказать тот же пример. Егор сказал, что человек будет сделать упражнение с 100 килограммов. Правильно, Егор? Сказал 100 килограммов? Да. Егор. Что-то ты меня чуть-чуть завис. Я не слышу. Окей. Ты показал пример, который человек использует 100 килограммов. Если человек знает, что у него способность сделать 100 килограммов, сразу поставит 100 килограммов, а потом сделает подход, может быть, он не понимет. Почему? Потому что в такой день, может быть, у него психически нет, психологически, либо нервный мышечный аппарат не в такой порядке. И тогда он может получить травму. А если он следил, как мы сказали, 25 килограмм, потом 50, потом 75, перед тем, что он идет к 100, он уже чувствует, окей, сегодня мне кое-что не в порядке. Конечно. И тогда мы могли менять программу. Это очень важно. В принципе, вот эта процентовка, которую мы вам даем, она универсальная, но не значит, что вы прям должны вымерять до килограмма. Это примерно. И часто бывает, особенно если вы девушка, если у вас предменструальная неделя идет, конечно, у вас сил будет меньше. Но это все, для этого и нужен тренировочный дневник, о чем мы будем говорить позже. Когда вы ведете тренировочный дневник, вы знаете, с какими весами вы примерно работаете. И вы можете уже, я даже больше скажу, вы должны знать, с каким весом рабочим примерно вы сегодня будете приседать или делать становую тягу. Это очень важно. Смотрите, Стефан, можно я еще скажу про, я забыл, специальная разминка. Вот многие получают травмы, ты, наверное, тоже это видишь. Сейчас очень многие любят подтягиваться и отжиматься от брусьев. Как делают разминку? Они прыгают на турник, начинают подтягиваться или отжимаются от брусьев. Это не разминка, друзья. Вы сначала должны размять свои эти связочки, мышцы. А как это сделать? Лучше всего это сделать, используя тренажер. К примеру, вы весите там 80 килограмм, берете, как я вам говорил, процентовку, половина своего веса, это будет 40 килограмм, и делаете там 5-6 раз, 7. Потом добавляете еще килограмм 15, делаете еще 4-3. И потом вешаете на тренажер уже вес, примерно равный вашему весу, делаете 1-2 повторения. И когда вы придете на турник, вы уже размяты, вы уже ничего не порвете, не потянете. А это, поверьте, на своем опыте знаю, бывало у меня такое тоже. Такой думаешь, а, что-то не разомнусь сегодня, что-то я хорошо себя чувствую. Прыгнул на турник один раз, потом полгода болела спина. Да, точно. Окей, идем дальше. Есть какой-нибудь вопрос? Друзья, очень часто вы спрашиваете меня, какую гармошку я использую, и что могу посоветовать и порекомендовать вам. Несмотря на то, что я живу в Штатах, я пользуюсь российским производителем маркой Ростропин. На мой взгляд, это самый лучший на постсоветском пространстве продукт. Играете на этой гармошке, и вы не прогадаете. Цена, качество точно лучше. Это очень высокая степень очистки и, соответственно, сохранения вашего здоровья и более продолжительного действия на наш организм. Сделав заказ на сайте rostropin.com, вы получите заказ в любую точку планеты. Тренируясь грамотно и с умом, вы обязательно достигнете хороших результатов. Проверено на себе. Заходите на сайт Ростропин и заказывайте лучшую гармошку.